Здравствуйте, шавуатов, готово, хорошей недели. У нас Мишли, 159-й урок. Мы находимся в 18-й главе Мишли и дошли до предложения номер 20. Шлоба Амылы говорит, от плода у человека насытится чрево его, произведением губ своих он насытится. Мальбим говорит, вначале я прочитаю на иврите, нормально как-то переведу. Мипри пи иш тезбабит но твот сфатав ишаба. Что? Из плодов уст человека он насыщается, его живот насыщается. Твот сфатав, то есть урожай, который дают его губы, это то, что будет его лесбо, это то, что будет его насыщать. Мальбим объясняет, вначале Мальбим объясняет в биурмелим в объяснении слов. Сфатав и лошон. Пи, сфатав, лошон. Три слова, которые означают в русском языке одно и то же. Чтобы как-то их перевести, переведем. Лошон, язык, сфатав, губы, пи, рот. Он говорит, что мы уже обсуждали в 10 главе. Сафа, то есть уста, это намек на атрибут, который называется дат. Пе, рот, это намек на хохму. Лошон, язык, это объясняет слово бина. Есть разница между при и тво, между плодами и урожаем. Тво, я перевел это как урожай, это то, что заканчивается, ну, завершается. Потому что дат, атрибут дат, это всегда то, что оканчивает, то, что заканчивает при. Таким образом, Мальбим нас сразу вводит, выводит, вернее, из простого понимания слов насыщения, которое насыщение происходит посредством того, что ешь урожай и плоды, и начинает говорить, что существует хохма, бина и дат. И это три уровня, которые описываются в предложении из плодов пи, уст человека. Что такое пи? Он объясняет, что пэ это хохма. Из плодов мудрости человека он получает насыщение, насыщение получает его живот. Тво, тво это урожай, но он объясняет, что такое тво. Он объясняет, что тво это с фатами, извините, сафа. Это показывает на дат. Дат человека приводит к тому, что дозревают плоды того, о чем он думал бы, хохма, и они приводят к понятию насыщения. Для того, чтобы читать Мальбим, лучше сразу прочитать следующее предложение, которое говорит очень известная фраза, которая цитируется. И сейчас посмотрим, так ли, как мы привыкли ее слышать, понимает его и Мальбимегаон. Он говорит, 21-е предложение, «Мавит выхаем, смерть и жизнь, баяда лошон, в руках у языка, ваа вейха и ахаль перьё, и тот, кто его любит, будет кушать плоды». Лошон, как он объяснил, слово лошон, это бина. Таким образом, жизнь и смерть находятся в руках бины, разума. И тот, кто ее любит, он будет кушать плоды. Теперь перейдем к Мальбиму на объяснение уже, не объяснение слов, а объяснение иньяна. Он говорит, «Из плодов уст человека получается насыщение его живота, и из урожая его сфатав, в начале был рот, теперь сфатав губы, он получает насыщение». Мы уже объясняли, что каждый раз, когда употребляется слово «п», это намёк на дибур, который есть в хохме, то есть на высказывания, которые исходят из хохмы. Я не буду переводить каждый раз хохму, перевод будет один и тот же мудрость. Это мудрость, которая получается сверху, от учителя и так далее. Сафа, она намекает на понятие даат. Хохма, когда разговаривает через уста, выносит, выдает свои плоды до такого состояния, что бетон, живот человека, получает насыщение. Тво, это перевод слова «тво», это «при», плоды, которые закончены, завершаются, ну как созрели, выемлица ля даат и советуют, относительно выходят в состояние даата. Даат, как мы с вами говорили, что даат – это хибурс, состояние соединения всегда, завершения. Что тогда человек познаёт законы мудрости, едиябрура стопроцентным нормальным пониманием, чётким, ясным пониманием, до такого состояния, что они выходят из него из сватав, из его уст, к чугу. Уста – это всегда дебурхи цани, это всегда внешнее высказывание. И это называется тво-от-при, это называется урожай, который делается из плодов, созревший урожай, который делается из плодов. И тогда, когда человек выводит свои знания на уровне из хохмы в даат, то тогда и сова, он насыщается вторично, а тво-от-даат. То есть есть два вида насыщения. Первое насыщение, когда человек получает какую-то информацию, и атрибутом хохмы получение того, что ему даётся сверху, узнаёт законы Торы, это первое насыщение Торой. Когда он её обрабатывает, и она становится настолько для него чёткой и ясной, понятной, что даже его внешнее высказывание, без того, чтобы продумать и сформулировать и так далее, но просто, когда то, что вылетает из его рта, становится тойрой, становится даатом, то в этот момент он получает дополнительное насыщение, насыщение даатом, насыщение твое, вот этим созревшим урожаем. И вот хохма и даат, человек ест и насыщается. И когда он насыщается, то ему не нужно больше кушать, потому что эти вещи, которые мекубалим, которые приняты, в озен хохомим, тивакэш даат, это то, о чём сказано, что озен, то есть ухо мудрецов, оно просит даата. И когда он его принимает, то он становится сытым, больше, чем, и в этот момент, когда он уже принял и становится сыт, он не хочет больше кушать. Это объяснение предложения номер 20. Я думаю, что 21-е я тоже прочитаю, сразу мальбин, потом будем обсуждать. Мавит и хаэмбэяда лашон. Смерть и жизнь в руках языка. Вагавэйга и ахольперьё. И тот, кто его любит, будет жизнь, будет кушать его плоды. Лашон язык. Это намёк на дебур, на высказывание. Ганисгав гатвунати. Шамидубар бэгэкеш гатвуна. Ша бо явин лаацеа давар ми давар. То есть, здесь намёк на дебур, на высказывание, на речь, которая является частью понятия твуны, бины. То есть, когда человек говорит и делает гэкеш, сравнение, сопоставление. И здесь работает его атрибут бина, твуна, который в нём есть, для того, чтобы понять и своим пониманием вывести один закон из другого. Лаацеа давар ми ток давар. Всё время, когда мы говорим сравниваем хохмо, бина и дас. Хохмо — это мудрость, которая получается от учителя. Бина — это разум, который человек анализирует и выводит одну вещь из другой. Сравнивает, находит гэкеши, находит сопоставление, находит связь и выводит одну вещь из другой. Это всегда, понятие называется бина. Работает бина только посредством дебура. И это то, о чём обычно говорится, что хохмо — это тора шубихтав, это письменная тора, бина — это тора шебальпе, это устная тора. Устная тора, она может работать только о льеде дебур посредством разговора, речи. Убои шпод бенемэтвы шекера. И с помощью бина человек судит между истиной и ложью шеботалуи гамавитвы ахайм, что от него зависит жизнь и смерть. Ше, поскольку человек, который верит в бекаре и муна, в источники, в основные основы веры, посредством гекешей твуна, посредством того, что он будет сравнивать, выводить новые вещи, он будет жить. И человек, который идёт по дороге икеш, а дорогой лжи, дорогой кривой, и он махиш, мацюдгашем, он начинает противоречить существованию Всевышнего, гашгохи, то есть то, что Всевышний наблюдает за миром, схар, воныш, награда, наказание, этот человек умрёт. И это всё зависит, находится в руках у языка, поскольку язык это и есть бина. Для того, чтобы это немножко понять, мы это уже обсуждали неоднократно, Мишнов в трактате «Перкиявод» говорит, что «Эйн хохма эйн бина», «Нету хохма не может быть бина», потому что анализировать и выводить какие-то вещи человек может только после того, как он получил информацию, которая даётся сверху, информацию, которую он получил, но после этого, если он не останавливается на этой информации, начинает анализировать, то в силу вступает атрибут, который называется «бина». Дальше Мишна говорит, что «Эйн бина, эйн даат». Нету бина, нету даат. Человек, не проанализировав, не выводя новые законы, не находясь в изучении, в постоянном сопоставлении, он не может дойти до состояния хибура, до состояния даат, которые «Михабер» соединяет вещи. Дальше Мишна говорит, «Эйн даат, эйн бина, эйн бина эндаат». То есть, без бина невозможно прийти к даату, но если цель бины – это не пойти и дойти до состояния даата, а цель бины – дойти до состояния проанализировать и на этом закончить, то бина тоже у этого человека не будет. Должен быть хибур, то, что он выучил, то, что он понял, должно соединиться посредством, грубо говоря, как голова у человека соединяется через шею с туловищем, и туловище символизирует действие, и только через действие, только когда вся бина, весь разум идет для действия, только тогда может сработать эта бина, также здесь без действия не может быть бины. Это то, что говорит Мишна тоже в трактате «Прикиавод», которое говорит о том, что дерево, у которого крона больше, чем корни, не может устоять, оно рушится, и также человеку, которого Моасим действия меньше, чем хохматоми рубами Моасап, его мудрость больше, чем его действия, такая мудрость не может в конце осуществиться, поскольку если нет хибура, нет соединения знаний с действиями, то это не становится атрибутом знаний, и это то, о чем говорят Хазаль, когда говорят, что «энда» это «энбина». Но здесь мы говорим сейчас, возвращаемся к бине, и говорим, что лошон символизирует бина, поскольку вывод, все знания Торы, имеется в виду устная Тора, не пророчество, дается через атрибут бины, поэтому если человек, то есть через лошон, поэтому все, что у человека есть его Хаим, зависит от бины, от лошона. Ва-ава-и-ха, и те, кто любят эту бину, любят фактически вывод устной Торы, они, этот человек, Яхэль-Перьё, этот человек будет питаться плодами, то есть он ло-и-савэ-ла-алам, он никогда не будет сыт. До этого поскольку говорил о том, что человек, что насыщает человека, его Хохма, его Дат, бина не может насытить человека, человек останется в состоянии голода, он будет постоянно есть, потому что бина, у неё нету гвуля, у неё нету предела, у Хохмы есть предел, предел, который я получаю от учителя, больше мне учитель ничего не сказал, и больше получить я не могу, но в следующий шла, в следующий этап жизни, когда человек на основании полученной мудрости, Хохмы, начинает анализировать и идти дальше и приходить к новым и новым выводам. Границы этих выводов нету, это вещи, у которых нету предела, энгвуль, и поэтому постоянно он будет выводить новые и новые вещи. Дат, у неё тоже есть гвуль, почему у Дат есть гвуль? Потому что Дат это состояние, когда человек, вся его бина, она вышла в состоянии Дат. Поскольку у Бина нету гвуля, то у Дата тоже не будет гвуля, но Дат ограничен той биной, которая есть у человека, а Бина не ограничена ничем. Поэтому лошон, он может привести к полной стопроцентной жизни и постоянной еде, поскольку человек не будет насыщен, что не так с Хохмой и Датом. Это перушмальбем на этот посуд. Теперь давайте посмотрим, как говорит Гаон. Он не сильно добавляет к этому посуду, но попытаемся разобраться. Он говорит «ми при пи иш» из плодов рта человека, то есть что такое плоды рта человека, это тора, которую он михадешко льел. Это та тора, которую он постоянно михадеш, та тора, которую он постоянно обновляет. Это при пи, это продукты, плоды его уст. тисавабетно, из этого будет свия, из этого будет насыщение его животу. Кизэ миткаем вэйдо, поскольку это остается у него в руке, и это то, что он захэр. То есть совэ, это та часть торы, насыщенность. Это та часть торы, которая постоянно находится у человека, и человек совэ, потому что он это помнит, и это находится у него в руке. это то, что высказывает слова человека, то есть человек, который постоянно говорит какие-то слова торы, эти слова торы у него будут запомнены, они у него останутся, это то, что его насыщает. Вэтвуатсфатав, что это такое? Этвуатсфатав, это урожай его сафат, это губ, уст. Это то, что он постоянно возвращается и повторяет раз за разом и так далее. эта вещь будет его насыщать постоянно. И это подобно урожаю, который человек должен бросить зернышки в землю, но не должен их только бросить, а после этого пойти спать, ему нужно поливать, делать какие-то другие работы, связанные с выращиванием урожая и так далее, до конца, до того, чтобы перемолоть урожай, зерно в еду, и после этого превратить его в пищу посредством того, что в муку добавляют воду и замешивают тесто, выпекают его и после этого становится хлеб. То есть, то, с чем постоянно работает человек, только это будет его насыщать. И, переведя это на Тору, получается, что то, что человек михадеш, то, что человек обновляет в Торе, то является плодами его рта. И то, что насыщает человека, его живот, его внутренности, это то, что он постоянно повторяет, постоянно обрабатывает, постоянно работает. Агроний входит здесь в понятие хохмобина и дат, это делает Мальбим, он просто переводит то, о чем говорит пасук, на уровень духовной части насыщения, и духовная часть насыщения это и есть Тора. Продолжает он и говорит, жизнь и смерть в руках у языка. Об этом сказано. У нас есть Мишна, которую мы каждый день повторяем, учим, первая Мишна трактата П, которая приведена в Сидурии, которую мы каждый раз считаем по утрам, когда говорим благословление на Тора. Мы говорим вот вещи, у которых нету предела, и последние вещи, которые мы называем, у которых нету предела, изучение Торы, которое соответствует всем Митцвод. И об этом сказано. Это является твоей жизнью и продлением твоих дней. Торати альтазву, Торы мою не оставляйте, говорит Всевышний. Если, не дай Бог, человек уходит от Торы, и вместо лидабер говорит слова Торы, он говорит лошенгору, дворим бетейлем, лейтсанут, пустые слова, лейтсанут, то есть насмешки и так далее, то он переворачивает языком со стороны жизни в сторону смерти. Нам надо понять, что имеет в виду Шлам Амела, говоря о жизни и смерти. Сейчас попытаемся это обсудить, но до этого дочитаем Гаона. Гаон говорит, ваа, ваиха, тех, кто любит, кого любит, человек, который любит слова Торы, то есть, он любит жизнь, или любит смерть, поскольку у разных людей есть разные виды любви, есть те, кто любит жизнь, есть те, кто любит смерть, любить смерть в данном случае, понятно, что не смерть, когда человек умирает, а любит отдалиться от Торы и перевести все в насмешки, в лошенгору, в двори, в бетейлем и так далее, этот человек будет есть плоды своей любви. Об этом сказано. «Им хахамта, хахамта лыха». Если ты, это тоже Мишна в трактате «Перкеавод», что если ты умудрился, то ты умудрился для себя. «Лацта, ливадейха теса», но если ты был насмешником, то ты сам будешь нести этот грех. Объясняет Гаон, о чем идет речь. Тот же самый комментарий есть в «Перкеавод», который говорит, что если ты хахамта, хахамта лыха, то, что у человека может возникнуть ощущение. Он сидел, вкалывал, учил, с большим трудом, за много-много, не знаю, вложений из своей головы и так далее, понял какой-то кусочек Торы. И вот теперь он объясняет ученикам, и ученики понимают это за три минуты изучения Торы. И у человека возникает ощущение. Я для того, чтобы понять этот кусочек, потратил три недели жизни. Они, я им объяснил, поняли за три минуты жизни. Несправедливо. А на это отвечает «Перкеавод» и говорит, если ты умудрился, ты хахамта, стал хахамом, то ты стал хахамом для себя. Несмотря на то, что ты учишь с учениками, ты один получишь награду хелек, хаим, это часть жизни. И ты получишь ее не только за свое изучение Торы, за свое понимание этого кусочка Торы, но также их часть, за изучение Торы, ты получишь. Не имеется в виду, что ученики не получат награду за изучение Торы, безусловно, получат. Но ты получишь награду за изучение Торы. То есть, то, что они ее узнали, не ставит, не твоя награда меньше, наоборот, твоя награда будет больше. За твое изучение Торы и за их понимание Торы ты тоже получишь награду. Они за свое тоже получат. Поэтому, если хахамта, если ты стал мудрецом, ты стал мудрецом для себя. Но если лейца-то, но если ты занимался лейца-нутом, то ровно наоборот, ты занимался лейца-нутом насмешками в хабуре, в компании, то знай, что ты один будешь нести наказание за то, что произошло. А вон кулам грех всего лейца-нута будет лежать на тебе. И это то, что сказано, что ты будешь кушать плоды. То есть ты будешь плоды кушать как позитивные плоды твоего языка, то есть торы, так и негативные плоды того же самого, то есть насмешек, лошенгоры, дворем-бетелем и так далее. Несмотря на то, что ты находился и там, и там в компании, плоды изучения торы, они будут твоими, плоды нарушения торы, они тоже будут твоими, и они не разделятся равномерно между разными людьми, а каждый получит наказание за свою авэру, каждый получит награду за свое изучение торы. И это то, что говорится, мавитвы хаимбе и атлашон, жизнь и смерть, смерть и жизнь, находятся в руках языка. Язык имеется в виду та часть тела, с помощью которого человек учит тору, в Альпе имеется в виду устную тору. И таким образом, изучение торы, то, что ты выберешь, для чего будет работать язык, для изучения устной торы, первый вариант, и второй вариант, для дворем-бетелем, пустых разговоров, лошенгора, лейцанута и так далее, то ты решаешь, для чего ты посвятишь этот орган своего тела, и в соответствии с этим ты решаешь, ты выбираешь жизнь или выбираешь смерть, но перьё, плоды от твоего решения. Будешь кушать ты сам, в одиночестве, и независимо от того, они будут вкусными или наоборот, ты их получишь. Теперь я хотел здесь немножко остановиться на такой вещи. Одну секундочку. Здесь две вещи, на которых я не знаю, надо ли на обоих останавливаться, но на одной, наверное, точно остановимся. В 20-м предложении Шлома Амеллах пишет, «Не припи из уст, плоды уст человека, рта человека, они делают насыщение его бетону». Слово насыщение, слово такое, очень своеобразное слово в лошенок кодыш, «ти сова», «сове», это слово, которое абсолютно одинаково, можно причать как словом «лизбо», так и слово «лишбо». Это шво, это свия, это насыщение и это клятва. Это цифра 7, которая означает насыщенность, поскольку цифра 7 определяет как бы всю насыщенность этого мира. В мире есть центральная точка, плюс 4 направления северо-запад-восток, плюс верх и низ. Это 7, и это цифра, которая полностью завершённость, цельность всего мира. Здесь сказано, что цельность этого мира, свия, она приходит через хохму бина и да от человека, который, если мы направляем по правильному пути, то есть, если человек михадеш бетора, то эти плоды дают ему свиют, дают ему насыщение. И продолжает следующий пасуки, говорит, «но знай, что жизнь и смерть находятся в руках у языка». То есть, бина, та часть, которой человек пользуется для изучения тора Шиба-Альпе, она находится полностью в руках человека. Он может употребить его для изучения тора и для того, чтобы лист сбоа насытиться тем, что есть в этом мире, всех период, всех при, всех плодов этого мира, и прийти к состоянию свии, то есть, привести ту часть мира, которая зависит от него, привести его полностью к совершенству, к шлемуту. И таким образом мир становится шалем, а человек становится сове, поскольку он выполнил всё, для чего он был создан, и это его свиют, это его состояние. Мавит, состояние смерти, тоже находится в руке у человека, в руке у языка, который может употребить. Её не для того, чтобы сказать слова тора, выучить слова тора, вывести новые вещи, привести к новым знаниям, а для того, чтобы привести к дворям бетелям, к лошенгору, к рахилуту, к лейцануту. И таким образом это приводит человека к понятию мавит, то есть, отделение от свиюта. Но это не совсем так, это не просто отделение от свиюта, это тоже свиют, это тоже насыщенность, только насыщенность, слово шева, наоборот, и это называется мавит, это называется смерть. Рабейн Иона комментирует послуг Тори, есть известный послуг Тори, когда Маше Рабейну перед смертью обращается к Амисраэлю, он пересказывает слова Всевышнего и говорит, вот я сейчас даю перед вами хаим в мавит, жизнь и смерть, вебахар табахаим, и выбери жизнь. Это обращение Всевышнего к Амисраэлю через Маше, одно из последних вещей, которые Маше Рабейну говорит народу Израиля, которое звучит, вебахар табахаим, и выбери жизнь. Предложение из Тори очень известное в книге Дворим, и Рабейн Иона говорит о том, что здесь не дается две возможности, которые есть у человека. Человеку не рассказывают, у тебя есть свобода выбора, что хочешь, то вы и выбери. Человеку дается митсва, и это отдельная митсва, бахар табахаим, выбери жизнь. Выбери Тору, выбери то, куда должен пойти твой лошон, и это то, что митсаве агакодыш брыгу через Маше Рабейну народу Израиля. Насколько выбираем хаим у мавит, это отдельный разговор. Шлом Амеллах пришел расшифровать эту митсву и сказать, у твоего языка в твоей руке есть возможность правильно сформулировать, правильно направить действие лошона, действие языка, и ты можешь выбрать жизнь, тогда это насыщение плодами, о которых мы говорили, и это насыщение ведет к тому, что Тора насыщает полностью тело человека, оно становится цельным, совершенным, полным. И с другой стороны, ты можешь выбрать обратную сторону. И что происходит тогда? Тогда происходит понятие мавит. Что такое мавит-смерть? Здесь Шлом Амеллах не пишет. Он нам объясняет это в другом месте. Мы это уже с вами читали много времени назад, но я хотел бы к этому вернуться, поскольку это немножко связано, кроме всего прочего, с иньяном даема, и попытаемся сейчас разобраться. Я открываю шестую главу Мишлей, 33-е предложение, и считаю его. Язву и проклятие находятся, и херпато стыда, ты от него не можешь отказаться, не можешь его убрать. Говорит Шлом Амеллах, что здесь перечислены, но это надо смотреть еще 2-3 предложения, не буду их смотреть, Здесь перечислены 7 деним, 7 судов, которые проходят над человеком во время смерти и после нее. И это написано в Зохар Паршат Наса, что есть 7 деним, 7 судов, которые проходит человек в жизни. Мы обычно говорим все время слово гейном, а теперь Гаон пришел расшифровать 7 видов дина, суда, которые проходит человек. Первое. Прямо непосредственно, мгновение перед смертью человека, к нему приходит, это первый суд, к нему приходят три ангела. Первый человек рассматривает, засчитывает все мгновения, которые человек жил в этом мире, и делает хишбон, расчет, подводит итог, все, что было сделано в каждое из мгновений. В какое мгновение человек сделал митсу, в какой авейру, в какой не сделал ничего, это хишбон, который проходит, Дина хишбон, расчет, который он проходит. Второй ангел, это, секунду, это ангел, который засчитывает только те авейрод, которые сделал человек. Третий ангел, это ангел, с которым люди уже знакомы были всегда, это ангел, который обучал его Торе, когда он находился в животе у мамы. Человек, который выучил Тору в голове у мамы, в голове, в животе у мамы, любой из этих людей, он выучил ту часть Торы, которую ему дается возможность выучить при жизни, после того, как он рождается. И вот этот ангел, который обучал Торе, поскольку он тратил на это время, это было поручение Всевышнего, и он знает точно ту Тору, которую он его обучил, сейчас он приходит посмотреть, где та Тора, которую он его обучил, имя Шлема и Топ, цельно ли она с ним, выучил ли он все, что он должен был выучить, потому что, в принципе, человек должен выучить все, что он выучил, когда находился внутри мамы, и этот третий ангел рассматривает, рассчитывает, что случилось с той Торой, которую он преподавал. Все эти три вещи вместе, это первый суд, который проходит у человека. Проходит он фактически за мгновение до смерти человека. Второй ангел в момент смерти человека. Второй ангел, второй суд, извините, я оговорился, второй суд, это суд, который происходит с человеком после смерти человека. Когда его ведут в могилу, до того, как он похоронен, перед ним провозглашают «Вайлы плуни, ой плуни, де морит бемалка кадиши», который восстал против Святого Царства Всевышнего. И он тогда судится во время его похода к могиле. Те, кто бывали на похоронах, еврейских я имею в виду, могли обратить внимание, что после того, как человека, я не знаю, мы спидим, когда говорят геспед про человека, после того, как оканчивается, как геспед перевести, надгробное слово над человеком, надгробные речи, после этого человека ведут куда-то к могиле, и когда его ведут, первый раз говорят «кадиш», сразу после вот этих речей, после этого посередине, когда его ведут на кладбище, везут, несут, по дороге останавливаются, и по дороге говорят еще один кадиш, это соответствует первым двум судам, о которых мы сейчас говорим, которые есть с человеком. После этого третий суд, когда его кладут в могилу во время похорон, то идет суд, что будет с ним. Гейном, Ганедан, еще какие-то варианты, которые могут быть. Четвертый суд, это Хибудхакевер, это мучение, которое происходит в могиле, и в этом участвует, в этом суде участвует каждый орган человеческого тела, который получил гану удовольствия в этом мире, не в виде митцвы. В Зохаре приводится, как бы, цитата, которая говорит, «Ой, моим глазам, говорит этот человек, что они получили гану удовольствия от этого мира, ба-авейра, савейры, ой, лагэм, ле-едайм, ой, рукам, лы-раглаем, нагам, ша-алху ба-эв-ле-алам, которые шли ради пустоты этого мира, и все это с человеком, даже если он не сделал ни одной авейры. Точка. То эти суды, которые происходят из-за таавы, которая была у человека, когда он шел куда-то не ради митцвы, когда он что-то делал руками не ради митцвы, когда его глаза получали удовольствие от чего-то не ради митцвы». Это называется хибуд хакевер. Следующее мучение, я не знаю, как, битье в могиле. Следующее, пятый вид суда – это Дина де Талаата. Это суд, который происходит с помощью Талаим. Талаим – это червяки, которые съедают человеческое тело. И в это время Нефиш, душа, когда видит, как едят его тело, она находится в Авелуте, она находится в скорби, она скорбит по этому поводу. И Зовар приводит для раи, для доказательства этой вещи, Зовар приводит пасук. Из книги Иова, где сказано, «Вонавшоте рэбэ хэрпато» – душа человека будет видеть его стыд, его позор, его страдания. Это Авелут души. Предпоследний, шестой – это Кавгакэла. И говорит Гаон «вынасэ руах». Что такое Кавгакэла? Это человек, который не попадает ни в Гейном, ни в Ганетан, находится и не там, и не там, и его душа превращается в руах. В другом месте Гаон объясняет, мне могу на самом деле посмотреть, это не так сложно. Маккор этому, источник этому, это книга Зогр в Берейшис, но в одиннадцатой главе… Один момент. Одиннадцатая глава – это хорошо, но надо еще найти это место. Сейчас. В одиннадцатой главе приводится из книги Иова, то место, которое я вам только что засчитал, он приводит, что Исот Онэш Кавгакэла, наказание, часть основы наказания Кавгакэла, это то, что после смерти человека он остается кашурлых омер, он остается привязан к материальности. То есть, несмотря на то, что душа и тело человека разлучены, и вроде бы как душа должна стать полностью духовной, но нет, она останется привязана к материи. Что есть возможности такие, что привязанность к материи останется, и судя по всему, говорит Гаон, что в это включается понятие Гилгуля, переселение души, о котором говорится, что бывает такая ситуация, что душа переселяется даже в камень просто, или в любую вещь, которая связана с Хомером, и возможно, что то, что сказано в другом месте Гона, на Асэруах, имеется в виду Агашми, а не Рухни. То есть, наказание Кавгакэла, это наказание, возможно, наказание Гилгуля, возможно, еще какое-то подобное, когда у души человека остается связь с материальным миром, и это еще одно наказание, предпоследнее, которое существует из судов, и, наконец, последнее, седьмое наказание, это Дин Гейном, это наказание Гейномом. Таким образом, Гаон перечисляет семь наказаний, семь судов, я плохо говорю слово «наказания», наказание со стороны Всевышнего, это всегда суд, а суд это всегда включает не только наказание, но и исправление. Семь путей исправления, которые нужны человеку после смерти, если он использовал свой лошон, свой язык, не для жизни, а для смерти, если он выбрал, нарушил заповедь Тора, как объясняет Рабейну Йона, «вебахар-таба Хаим», выбери жизнь, он выбирает смерть, и оказывается в состоянии, когда ему нужно пройти все эти семь судов. Здесь у нас написано, что человек, который питается теми плодами, которые создают его уста, и его язык, и выбирает, лошон его, выбирает Хаим, он «совеа», он насыщается. Насыщается, имеется в виду, что он проходит все семь уровней, которые являются уровни наполнения к души и святостью, и уровни тикуна, исправления, которые существуют в этом мире. Человек, который не насыщается, и его язык выбирает не Хаим, а Мавит, не жизнь, а смерть, он должен для исправления пройти семь уровней суда, которые я только что перечислил. Теперь, Гаон здесь нам, Мехадеш, в основном в шестой главе, но здесь касается ее, Мехадеш обновляет совершенно фантастическую вещь. В Зогаре это написано, в Зогаре это раскидано и не указано в одном месте. Гаон, сделав анализ разных мест Зогара и соединив все наказания, показывает, что деним судов может быть семь. Так же, как наград наполнения к душе, тоже существует сове от слова семь, семь уровней наполнения духовностью. Так же есть семь уровней наказания за то, что я не наполнил их духовностью. Корень этого находится в Митсве, которую мы делаем в данный момент времени, Иньяна Де Йома. Между выходом из Египта и получением Торы происходит рост, духовный рост, подготовка к принятию Торы и поднятие духовности на уровне, когда мы в состоянии соединиться с тем, о чем мы сейчас говорим, ла шон, пе, хохма, бина, даат, соединение с хохмой Всевышнего, то есть с Торой, на уровне даат. Для этого должны пройти шева, шевуот, семь недель. Шавуа происходит от слова семь, шева шевуот, сорок девять дней. И Рамбом в Галахот Сверада Омер пишет, что у нас есть Митсве, считать дни для того, чтобы посчитать недели. Рамбом считает, что Икар Митсва, главная часть Митсва, это подсчет недель Омера, семь недель, поскольку эти недели состоят из семи дней и каждый день связан с каким-то определенным качеством, которое, как вы понимаете, мы сейчас не будем разбирать, это не наша тема, да и вообще, то поэтому нам нужно для того, чтобы сосчитать каждую неделю, сосчитать семь дней. Но Рамбом пишет, что Икар подсчета, главная часть подсчета, это подсчет шевуот, подсчет недель. Неделя, слово сева, шавуа, отсюда же семь наказаний гейнома, отсюда же свия, который получает человек, когда он полностью использует свой язык, свои уста, это является частью торы, который насыщает человека, и тогда теми пирот, теми плодами, которыми он питается, он начинает насыщаться. Это не начинает, а насыщается. И бина, которая является, бина это то, что выходит за уровень семь, это выше уровня семь, но сейчас тоже я не буду об этом четко говорить, но вот это вот бина, это то, что никогда не может насытиться, поскольку это тора, те плоды, которые будут бесконечны, поскольку, поскольку, вопрос, надо ли в это входить сейчас, дайте, наверное, да, поскольку для того, чтобы дойти до состояния Матан Тойры, принятия торы, мы должны пройти путь, который очень сложный, я все-таки, наверное, несмотря на то, что это Лоб и Дьюк, то, о чем пишет Гаон, но мне кажется, что без этого не понять комментария Гаона на это место Мишли, мы находимся в состоянии подсчета семи дней. На завтра, после Песоха, мы начинаем считать семь недель, семь недель между Яцият Митсраем и Матан Тойра. Подсчет, который мы делаем, сорока девяти дней, подсчет семи недель, это подсчет отдельная митсва, митсва, на которой дается очень странная браха, и митсва называется очень странно, сферат Гаомер. Не сферат Корбан Омер, не подсчет, сколько дней прошло с Корбан Омер, а сферата Омер. Сам текст нашего подсчета, он тоже, ну не то, чтобы очень странный, но здесь есть место для вопроса. Мы не говорим сегодня первый день Омера, второй день Омера, третий день Омера. Мы говорим сегодня один день Омера, два дня, три, четыре. Счет Омера, который мы делаем, это количество человечественные числители. Что означает сегодня 20 дней Омера? Не двадцатый, а двадцать дней Омера. Это означает, что этот день включает в себя все предыдущие дни. Числовое значение слова Египет, Митсраем, у меня нету, здесь очень много можно говорить, поэтому я немножко коротко, нету времени на эту тему разговаривать все время. Египет, Митсраем, его значение, числовое значение, это миспар, цифра. Есть миспар и есть сфера, и есть сейфер. Все эти слова это один и тот же корень, но у них есть принципиально разное значение. Сейфер это книга, книга это когда мы софрим, соединяем, считаем буквы, соединяем их, и соединение букв дает рассказ, дает целый маалах, целый путь. Когда мы не считаем, когда мы их не соединяем, они остаются разрозненными, то это остаются отдельные кусочки, не связанные ни во что целое. Это разница между сфера и миспар. Египет, Митсраем, суть этого слова, мецер, ям, то, что ограничено морем, мецер, граница, ям, море, то, что ограничено морем. Это вещь, которой нету того, что выходит за границу. Если сказать немножко другими словами, то сфера, которую мы делаем в Лагбаумер, подсчет, который мы делаем в Лагбаумер, ее корень это конфликт между Исавом и Иаковым. Когда Иаков идет встречаться с Исавом, то если вы помните, в Хумаше описано, как он отправляет Исаву много-много подарков, которые получаются. И Исав спрашивает Иакова, что это за стада овец, быков и так далее, которые я встретил по дороге. Отвечает Иаков, это тот подарок, который я шлю в руку брата моего Исава. Отвечает Исав, остав себе киеш ли раф, поскольку у меня есть много. Отвечает Иаков, возьми, потому что еш ли коль, у меня есть все. Есть две сферы, первый, второй, третий, один, два, три. Сфера Исава, это много, сфера Иакова, это все. Разница между много и все, это то, что Иаков своей сферой, своим подсчетом, соединяет все в одно единое целое и делает соединение разрозненных вещей и достигает новой части, части коль, все. Исав, сколько бы он ни считал, у него есть разрозненные вещи, которые не соединяются. Наша задача, бы сфера да омер, сделать свию, свия это наполнение, насыщенность, соединение всего, что есть в этом мире, для того, чтобы соединить его с чем-то, что выше этого мира. Фактически, если перевести это на сферот, я не буду этого рассказывать больше, чем одну минуту, но есть сфера Бина, которая находится выше, чем всем сферот, и все всем сферот, которые мы считаем, мы соединяем их и превращаем их, продлеваем их сферобина. Сейчас я скажу на более понятном языке. Существует понятие, которое называется эйнсов, бесконечность. Всевышний, он по своему определению не имеет никаких границ, он бесконечен. Мицраем, его суть, мэцер, граница. Счет, который мы делаем, это счет, взять конечные элементы, которые есть внутри мира, внутри нашего понимания, соединить их, и своим подсчетом соединить их с коль, со все, весь. Весь, это безграничность. Мы соединяем то, что имеет границу, и превращаем его в то, что не имеет границ. Теперь, Хазаль намекает нам об этом, говоря, что, ешли коль, говорит Иаков Авино, коль, кафламит, это 50, гематрия, слово коль, 50. 50, это то, что выходит за уровень 7 умножить на 7, выходит за уровень понятия 7, сви и насыщенности. Мы сказали, что насыщенность это суть всего, что есть в этом мире. Центральная точка плюс 6 направлений, которые мы описали. 50, это то, что 7 на 7, 49, и 50, который выходит выше этого. То есть, наша сфера соединяет весь этот мир с тойрой. Соединение мира с тойрой, это соединение конечного с бесконечностью. Это и есть Матан Тойра, дарование Торы, праздника Шиота. Когда мы соединяемся с бесконечностью, которую дает нам Всевышний. Здесь Гаон говорит, что бина это та вещь, которую ты будешь постоянно есть, но не насыщаться. У нас есть данные, которые у нас есть. У нас есть наша работа, наши качества и так далее. Но соединившись с бесконечностью, мы соединяемся с Торой, которая бесконечна, и мы питаемся их плодами. Мы насыщаемся. Она полностью соединяет наш мир. Но в результате мы соединяемся с тем, что выше цельности, выше всего, сейнцов, с бесконечностью. И тогда мы будем есть, не насыщаясь. Мы соединимся с сейнцов. Это суть Шиота. Это суть понятия Шева и подсчета. Таким образом, я вопрос потом прочитаю в начале. Таким образом, здесь сказано, что наша задача это насытиться хохме, бина, да, лошоном, языком, устами и так далее. Насытиться и наполнить полностью всего себя вот этой вот частью. Это свия. Это цифра Шева. Это Шева Шевоот. Это семь недель. Это полное насыщение всего мира знаниями Всевышнего. И тогда мы поднимаемся и соединяемся с сейнцов. Что происходит, если мы... Это и есть Хаим. Это и есть то, что сказано выбери жизнь и то, что жизнь находится в руках языка. Но в руках языка находится анти-изучение Торы. Анти-принятие Торы. Понятно, что изучение Торы это и есть принятие Торы. Мы понимаем, что это одно и то же. Но в руках языка находится и не принятие Торы, а замена Торы над дворем, бетейлем, налить санут, на насмешке. И тогда вместо заповеди выбери жизнь Мы делаем то, что написано в Торе. Вот даю я перед тобой сегодня жизнь и смерть, выбери жизнь. А если нет, то автоматически ты выбрал что-то другое. Это тоже в руках языка. Тогда у нас получается ситуация, что вместо того, чтобы Лизбоа насытиться и насытить весь мир Торой, мы остаемся в состоянии, когда мы выбрали смерть. Выбор смерти это семь деним, семь видов суда, которые должен пройти человек для того, чтобы Литакен исправить то, что он сделал смертью. Теперь немножко понятнее. Пируш, на предложение, которое говорит Гаон, смерть и жизнь в руках языка и то, что ты полюбишь, фактически, что такое любовь, мы знаем, что любовь это соединение. То, к чему ты соединишься, плоды этого ты будешь есть. Если ты выбрал жизнь, то ты ешь плоды этих семи недель, соединяющихся с Торой, Шиот. Если ты выбрал смерть, ты выбираешь всем диням, которые к тебе приходят, которые Гаон описывает в другом месте. Теперь вопрос. Один из первых уровней суд, что ему подвергаются все, даже полностью безгрешные, а только лишь за то, что не все их действия были во имя Митцвод. Не может ли это вызвать у обычного человека отчаяние? Какая ему разница? Ведь даже без Аверот ему полагается такой букет неудовольствий. Я не могу сказать, что у кого и как вызывает, может вызвать отчаяние абсолютно все. Но человек, который немножечко подумает и поймет, что он может ограничиться этим первым уровнем суда и перейти в Ганедон, и получить свой заряд, и получить к душу соединение со Всевышним, подобного которому мы не можем ощутить даже близко в этом мире, мне кажется, что вместо отчаяния он просто может попытаться некоторые свои вещи, которые он употребляет сегодня не на Аватадашем, не на службу Всевышнему, попытаться использовать Аватадашем для службы Всевышнему. При этом для меня лично совершенно очевидно, что сегодня есть, ну, я бы сказал иначе, но для того, чтобы не вводить всех в отчаяние, я скажу, что есть мало людей, которые не пройдут ни один из этих уровней суда. И я даже немножко завидую людям, которые так вот считают, что они этого избегут, потому как, что я могу сказать? Но, тем не менее, после того, как эти вещи пройдут, они у каждого человека будут проходить по-разному, человек может попасть или не попасть в Ганедон и получить награду за все, что было. Но главное, что я хотел сказать, что награду он делает себе сегодня сам, тем, насколько он, мазбия себя, делает себя сытым. Этими семью вещами, о которых мы сейчас говорим, которые все исходят через Торо и Митцвод. То, что человек может получить наказание и, скорее всего, получит наказание, мне, честно говоря, не кажется настолько обидным, поскольку понятно, что оно заслужено. И, ну, так оно будет, но человеку придется пройти через какие-то вещи, куда не хотелось бы попадать. Ну и? Что же теперь делать? Из-за этого надо себя вести полностью законченным мерзавцам, для того, чтобы увеличить их, как Эллу, Дворим, Шейн, Леом, Шеур, как вещи, у которых нет предела. В тот момент, когда реально, мы можем оказаться в совершенно другой ситуации и, пройдя очень небольшой путь какого-то текуна, какого-то исправления, оказаться, что мы приближаемся к Всевышнему и получаем скарбы Алла Маба. И вспомните о том, что есть Мишнаис, которые говорят, что «Коль Исраэль, Ешелам Хэлла, Калалам Аба», весь Израиль есть удел в будущем мире. Есть охроним, который говорит, что даже Рашоим, который есть в Израиле, тем не менее, получит удел в будущем мире, не удел, но получит будущий мир. Вопрос, как это произойдет, насколько это сопоставимо с тем делом, который получают садиками и так далее. И тем не менее, текун исправления, по идее, должна, по мнению Ромами Пана и многих охроним, которые идут за ним, Лешема, Равцода Коэна, что исправление, которое будет у души, и награда будет у каждой еврейской души, независимо от того, что она сделала. Вопрос только, что ей надо пройти для того, чтобы к этому приблизиться. И мне кажется, что вместо того, чтобы отчаиваться по поводу того, что я вот такой хороший, но некоторое количество вещей не Лешем Шамая, не Моими Небес, я сделал, вместо этого, мне кажется, что правильно было бы стараться хоть одну вещь сделать во Имени Небес и рассчитывать на то, какой текун произойдет. Но я, честно говоря, меньше всего хотел сейчас говорить о награде и наказании, и эти семь Диньям, которые перечисляет Гагро, просто я не знаю, где-нибудь они еще так четко перечислены или нет, я хотел больше, чтобы мы увидели их связь, или вернее антисвязь, с тем, что происходит с человеком, который делает митцвод, и насколько можно каждую из них изменить и насытить то, о чем сейчас сказано. Но, тем не менее, пасук, который мы учим, говорит о том, что при, который ты любишь, тот ты будешь кушать. А что ты любишь, это зависит от твоего выбора. Бахар-то бы хаим или бахар-то бы мавит. Вот это то, что я хотел. Здесь еще одна накуда, но я думаю, что мы ее сочканем. И займемся следующим пасуком, 22-й пасук, который говорит. «Кто нашел себе добрую жену, тот нашел благо и снискал благодать от Всевышнего». Окей. Говорит Шлома Амеллах. «Маца иша маца тоф, веепек рацион мигощем». Жену нашел тоф, добро и желание, исходящее от Всевышнего. Мальбем объясняет, сейчас момент, Мальбем объясняет так. «Маца иша», то есть человек, который находит ишу. «Маца тоф, веепек рацион». Он нашел жену, которая тава, которая хорошая с его точки зрения. И также он как бы исполняется желание со стороны жены, которая хочет его, чтобы он был. Они подходят друг к другу. «Веума сик тоф мемену», он получает от нее тоф, и это исходит от Всевышнего, поскольку это гашгаха, влияние Гакодыш-барагу. И это то, о чем сказано, что Гакодыш-барагу, он мизавэк зевугим, он делает бракосочетание, он помогает найти, потому что без Гакодыш-барагу это происходит немножко иначе. Это был Мальбин. Гаон объясняет, что этот пасук – это мошаль, это пример, соответствующий, рассказывающий о хороших поступках, действиях, которые делает человек. То есть, что такое «Маца иша», что значит «нашел жену», те хорошие действия, которые он сделал, они дают того, они дают человеку того. Еще. «Маца иша», «нашел жену», это «мидот», это качество человека. Еще. «Маца иша», «гумитсвот», «нашел жену», это «митсвот», еще «Маца иша», это «авададашем», это служба Всевышнего. Гаон приводит несколько объяснений, но все они выводят пасук из простого смысла, что здесь не идет речь о бракосочетаниях, а человек, который находит все «мидсвот», ту тору, все хорошие поступки, которые он должен был, для которых он прибыл в этот мир, вот об этом сказано, что когда он их нашел и выполнил, то это значит «мацатов». Что такое «мацатов»? Это «тойра», говорит Гаон. И «епек рацион миа шем», и приходит желание от Всевышнего, это «тфила», это молитва, что «гаркодыш борову» исполняет его молитвой. Таким образом, речь идет в этом пасуке, согласно Гаону, о том, что человек, который молится Всевышнему, чтобы он дал ему возможность выполнять свою роль, то, для чего он спустился на землю, те «мидсвот», которые его «мидсвот», ту тору, которая его тора и так далее, то Всевышний, отвечая на эти молитвы, посылает ему нужный «мидсвот», нужный «мацатовим», и через них хорошие поступки, и через них он достигает своей части Торы. Поскольку мы находимся в преддверии Швоса, то мы должны четко понимать, фраза, которую Амисраэль сказали, находясь у горя Синай, «все, что сказал Всевышний на осе ва нишма, сделаем и услышим», и когда «мидраж» говорит, что ангелы в это время крикнули «ой-ой-ой», кто открыл, Всевышний сказал, вернее, кто открыл моим сыновьям тайну, которой пользуются ангелы, что они вначале делают, потом слушают, «кавана», смысл этого состоит в том, что Тора – это единственная вещь, которую невозможно учить другим способом, чем выполняя ее заповеди. И почему это происходит? Математику можно, физику можно, как кто сказал Пифагор, если я не ошибаюсь, или Аристотель, чтобы учить математику, не обязательно быть треугольником. Тора отличается от этого. Тора, она вся состоит из тех поступков, которые делает еврей в этом мире. Любая митцва, которую он делает, это и есть Тора. Поэтому изучение Тора и выполнение Тора – это на самом деле одно и то же. Поскольку с того момента, как Тора была дана на горе Синай, Акодыш Баругу соединил этот мир со своей мудростью и своими желаниями таким образом, что исполнение митцвот, действие, которое мы делаем в этом мире, оно и есть соединение со Всевышним. Оно и есть тот контакт, тот хибур, который происходит между нами и Акодыш Баругу. А изучение этого хибура, изучение этих воздействий – это и есть Тора. Поэтому если митцвот не будут выполняться, то Тора не будет Торой как бы. То есть, другими словами, невозможно путем изучения Торы познать ее, познать – это значит соединиться с ней, а только если совместить это с выполнением тех заповедей, которые написаны в Торе. После того, как это мы говорим, то можно понять, какую судью, что хочет от нас Гаон Мивильна, когда он говорит, что Маца Иша нашел жену, Маца Тов. Жену – это хорошие поступки, митцвот, Мидот. Нашел Тов, нашел, я Тов не знаю, как переводить, добро, что-то хорошее – это Тора. Поскольку соединив Мидот с поступками и так далее, только этим способом мы постигаем Тору. И все это возможно только через молитву, которой человек обращается ко Всевышнему. Соединяя свои качества, свои Мидот, свою молитву, свои Митцвот, со своим знанием, о котором лошоном, языком, пе, устами, и сватаем, вернее, пе – это рот, сватаем – это уста, то есть соединяя Хохмабин и Дат со своими действиями, Мася им Товим, это Иша, которая здесь названа, только в этот момент мы находим Тов, и соединение всего этого работает как то, о чем сказал Всевышний, когда создавал мир, что увидел Всевышний все, что он сделал, что это Тов-Миот. Тов-Миот – найти Тов. Можно только соединив свои знания со своими действиями, и это то, о чем говорится Маца Иша, Маца Тов. Это то, о чем говорит Гаон. Вопрос, что следующее предложение, не знаю, надо ли нам начинать. Есть приятели для забавы, а есть друг, более привязанный, чем брат. Но это продолжение того же самого, но я думаю, что я уже не могу сегодня успеть это сделать. И давайте мы это оставим на следующее занятие. До следующей недели мы дошли до 24-го предложения этой главы.